Они даровали им водородье, богатый урожай, чтобы скотина хорошо росла. А те праздники тоже скотина, и перезимовать хорошо зимой. И один из основных ритуалов, которые произвели в каждом празднике, что весной, что летом, что осенью, что зимой, это было жертвоприношение, они же были летчиками. Знаете, что такое жертвоприношение? В жертву приносят, да ведь? В жертву приносят, в какую-нибудь птицу или животное. Мы сейчас не будем об этом говорить, потому что этих праздников очень много. Резами это значит пустить кровь. Если пустить кровь, если вы, допустим, у нас, мы же сказали уже, что наши праздники, они совмещенные с православными, да? Даже вот на Пасху, если взять, если их путь, то стараются зарезать куличи в эту дыль, пустить кровь. Это не пасха, она льва, соответственно, подтвердили. Куличи и пасху у нас не признаются, у нас признаются длинными. Вот. Так. Да, и в Павлинском районе живем. Мы, упорки, умели сохранить и свой язык, потому что мы на нем разговариваем, сохранить свою культуру, аруда, потому что они у каждой народности сохраняются. Есть гора Айкай. Не слышали никого? Не слышали. Не слышали. Даже хотели. Не слышали, откуда взялась легенда. Мы слышали, что народ и друг судьбись погибли. И чтобы защитить свой народ, Айкай обратилась к иммару. Это самому большому божеству языческому иммару. Богу Солнца. Чтобы он забрал, если хочет, ее жизнь, взамен, чтобы он спас остальных жителей сел. Внутри считают очень привычным музыкальным народом. Семьи перья, хора веток, ивы, львы, черенки, обожженная глина. Другие струнные инструменты, которые уже вы знаете, балалайка, гитара, бандюр. И пришли уже в более позднее время. Кали не много. В основном соль, сахар, конфеты, керосин, некоторые ткани, нитки, украшения. Но это уже было в более позднее время. А вот для, характерно для наших бавлинских футбуртов, калий, в основном, из нити каната лирины. У нас выращиваемся, которая уже вышла замуж. Она замуж не размещена. У нас носили вот такой вот айшон. Это обязательно такой балансный убор. Это своеобразный такой кокошник, который делался из бересты или из кожи. В основном у нас делали из бересты. Там вот это вот основы делали бересты. Раньше же не было ни пластика, ни картона, ничего. Да ведь? Раньше делали из бересты, из того, что было. А вот этот вот флакок, на него нашивается. Это щулык. Это такой вот квадратный флакок. И каждый квадратик. Вот мы его сделали, это более уже новый флакок, на котором мы сделали, как мы сделали, что-то время. Но у нас в музее есть образец. Спасибо.